Ребята, всем привет! Вы на канале ITDoc. Как усилить Wi-Fi сигнал всего за пару действий. Смотрите это видео и вы узнаете, как улучшить эффективность работы Wi-Fi. Перед тем, как начать, обязательно подписываемся на мой канал, жмякаем на колокольчик и поехали! Да, друзья, заходите в наш телеграм, ссылку смотрите в описании. Здесь есть много чего интересного, не пожалеете! Например, усилить Wi-Fi сигнал можно как с помощью настроек в роутере, так и с помощью отдельных устройств и приспособлений. Мы начнем из самых простых методов усиления Wi-Fi и закончим с самыми профессиональными, которые 100% помогут вам усилить Wi-Fi сигнал. Да еще, друзья, давайте договоримся, что после каждого шага вы проверяете, улучшилось ли качество Wi-Fi или нет. Если же получилось, сразу же пишем в комментариях, что именно вам помогло. Первое, что мы делаем, отключаем роутер на 10 секунд и повторно включаем. Не многие знают, но при отключении роутера важно выдержать определенный период времени, прежде чем снова включить. Такая перезагрузка позволяет устранить временные ошибки и улучшить производительность Wi-Fi. Проверяем размещение Wi-Fi роутера. Основной причиной плохой работы Wi-Fi есть неправильное размещение. Поднимаем роутер как можно выше от пола, потому что если роутер будет лежать на полу, то часть энергии будет по сути уходить в землю. Стараемся разместить ближе к середине комнаты или дома, чтобы увеличить площадь покрытия Wi-Fi сигналом. Также убеждаемся, что возле роутера нет других электронных устройств, например, микроволновки. Если у вас нет возможности поставить роутер, вместо получше, тогда можно докупить дополнительную антенну-усилитель. Большинство роутеров при покупке оснащены небольшими антеннами с малым коэффициентом усиления. Поменяв их на антенну типа этой, вы можете увеличить зону покрытия в доме и сделать скорость Wi-Fi больше. Проверяем, правильно ли расположена антенна роутера, так как зона покрытия Wi-Fi представляет собой тороидальное поле. Простыми словами, напоминает пончик, что антенну необходимо разместить под прямым углом, так, чтобы она находилась строго перпендикулярно полу. В результате радиоволны будут проходить параллельно полу, благодаря этому Wi-Fi сигнал может охватывать всю необходимую площадь. Отключаем неиспользуемые устройства. Если много девайсов подключено к роутеру, он может начать работать с перебоями. Wi-Fi сигнала банально не хватает на всех, поэтому отключаем от Wi-Fi те устройства, которыми вы в настоящий момент не пользуетесь. Причем речь идет не только о ноутбуках и смартфонах. Умные чайники, лампочки и так дальше сюда также относятся. Превращаем старый неиспользуемый Wi-Fi роутер в дополнительную точку доступа. Подключаем его к основному роутеру и ставим в отдаленной части дома. Таким образом, две точки доступа обеспечат равномерный и качественный сигнал по всему дому. Обеспечиваем прямую видимость Wi-Fi сигнала, чтобы исключить мертвые зоны. Конструкции из металла, а также зеркала, вообще не пропускают радиосигнал. Поэтому, если такие предметы стоят на пути между вами и роутером, не факт, что у вас будет надежное соединение. Обновляем прошивку Wi-Fi роутера. Новая версия может быть лучше, оптимизирована и после ее установки скорость интернета повысится. Для этого подключаемся к Wi-Fi сети. На примере устройства iPhone заходим в настройки подключения и смотрим адрес маршрутизатора. Название может быть другое, например, роутер. Запоминаем вот этот IP-адрес. Затем открываем любой браузер на любом устройстве, которое подключено к этой же Wi-Fi сети, и в адресной строке вводим IP-адрес, который мы перед этим увидели. Обращаю внимание, адрес нужно вводить в адресной строке, а не в поисковой. Зачастую этот адрес бывает 192.168.0.1 или 192.168.1.1. После этого, чтобы зайти в настройки роутера, вводим логин и пароль. Их можно узнать на тыльной стороне роутера. Дальше, в зависимости от модели роутера, ищем пункт «Обновить прошивку» или «Обновление строенного ПО». В справки переходим на сайт производителя. По модели роутера ищем доступную новую прошивку и скачиваем ее. Затем, в настройках роутера выбираем место, где находится прошивка и жмем «Обновить». Если у вас возникли проблемы с входом настройки или вы не нашли пункт «Обновить прошивку», заходите в наш телеграм-канал. Ссылка в описании. У нас есть чат поддержки. Пишите. Поможем. Если вы используете Wi-Fi роутер в многоквартирном доме или офисе, тогда одним из лучших методов усиления Wi-Fi есть выбор другого канала. Роутер может работать на 13 каналах и сам между ними переключаться. Тем самым он автоматически находит максимально свободный канал. Но не всегда роутер качественно с этим справляется. Поэтому здесь нужно экспериментировать. Ищем пункт «Канал». Пробуем менять канал и смотрим, увеличился ли Wi-Fi сигнал или нет. Помните, что любые действия в настройках нужно сохранять и затем перезагружать роутер. Если появляются проблемы с подключением, то меняем обратно. Регулируем мощность передатчика Wi-Fi в настройках роутера. Пункт «Мощность передатчика» или «Управление мощностью передачи». По умолчанию выставляется максимальная мощность, поэтому нам нужно ее немного снизить, так как максимальный уровень сигнала Wi-Fi, выставленный в настройках, способен ухудшить качество обратной связи от девайсов, расположенных рядом с роутером. В настройках роутера в пункте «Режим беспроводной сети» также можете поиграться со стандартами B, G, N, AS. Как правило, роутер использует смешанный режим. Это обеспечивает совместимость со старыми устройствами. Стандарты B и G выдают небольшую скорость. N способен обеспечить скорость до 150 Мбит за секунду. А в режиме AS роутер может передавать до нескольких гигабит в секунду. Но будьте внимательны, при смене стандарта старые устройства не смогут работать по Wi-Fi сети. Если все вышеперечисленные методы не помогли вам усилить Wi-Fi сигнал, тогда пора задуматься о покупке нового роутера. Многие до сих пор используют старые Wi-Fi роутеры, работающие на частоте 2,4 ГГц. Технологии с того времени сильно улучшились, поэтому, как вариант, стоит рассмотреть замену старого роутера на более современные с поддержкой частот 5 ГГц. Также известным как Wi-Fi 6. Прибавка к скорости 100% гарантирована. Вот так просто вы можете усилить Wi-Fi сигнал. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Делитесь результатами и советами в комментариях. Увидимся в следующем ролике. Всем удачи и пока!